Команда КВН Ладно, ребята, давайте сразу как-то пособраннее будем, ведь КВН — это игра взрослых, умных и начитанных людей. Вот сами посудите. С нами в сезоне играют такие команды как «Вэз» значит «Ваха», «Лехпром», «Огород», «Кожа», «Три кота на мясо», «Чай», «Бисквит». И поверьте мне, еда — это очень серьезный соперник. Так, мальчики, стоп. Вы вообще у нас спросили, хотим ли мы идти в этот сезон? Мы вообще-то девушки, нам уже рожать быстрее надо. Третий сезон. Подумали, что пора бы уже что-то и поменять. Поэтому поучаствовали в программе по обмену КВНщиками. Встречайте, новый член нашей команды — Вадим. Ту-ту-ту, на-на-на, снова вместе, снова рядом, ту-ту-ту, на-на-на... Хеллоу, I'm Vadim, I'm from Berdsk. Berdsk is the capital of great Berdsk. Вадим, вот скажи, чем ты можешь помочь нашей команде? Да у меня есть все, чтобы стать чемпионом открытой лиги КВН. Смотрите, я раньше играл за семена моркови, и я русский. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте, когда полюбим, в новый сезон. Поехали! Итак, представьте, девушки собрались выпить вина, и одна из них дошла до стадии звонок к бывшему. Все, сейчас я ему позвоню. Набранный номер не существует. Да был у меня мужик. Я его бросила. Заткотка есть! Парень решил впервые поужинать не за своим компьютером, а вместе со своей семьей. Сынок, а я тебя еще вот таким вот помню. Женщина, вы кто? Слышь, ты как с матерью разговариваешь? Мужик, а ты кто? Я, тот, кто платит за Wi-Fi. Отец! Машкова, военный городок. Парень решает, где бы ему прогулять урок. Блин, одна кафешка в городе, и то там мамка работает. О, Витька, дурак, здорово! Здорово. Че делаешь? Да я вот наигрался, картридж отношу другу от принтера. Витька, а где школу можно прогулять? Ну, не знаю, пойдем вон по теплотрассе побегаем. Да ну тебя нафиг, я лучше на уроки пойду. Алло, Мария Ивановна, да, он придет сейчас к вам на урок. А все почему? Потому что я социальный педагог под прикрытием. Сашка, ты что замерз? Пойдем по теплотрассе. Нестандартная ситуация на родительском собрании. Дорогие родители, рада вас видеть после каникул. А вот вас я вижу впервые. Вы кто? Понимаете, я Алена Боброва. Вы ее брат? Не, я ее Кеннад. Ну мы мутим с ней. Я за нее постоянно во всяких переделках вписываюсь. В школу к вам ее на тачке привожу. Вам, кстати, сколько на ремонт надо? Десять тысяч. Так, ну вот держите, десять тысяч на ремонт. Еще десять тысяч на шторы, я могу идти? В принципе да, да вы все можете идти уже. Пойдемте, я разрулил. В последнее время в Новосибирске открылось очень много реалити-квестов. Итак, представьте, креативный отдел одного из квестов. Так, кальян, ну я открыл, стендапер в принципе я уже неплохой. Осталось открыть реалити-квесты. А у меня как раз есть уникальные локации, которых еще нет в этом городе. Ну-ка расскажите. Локация называется «Маленький секрет». И в чем же там секрет? Вы офисный рабочий, у вас есть свой личный ксерокс, заканчивается рабочий день, сотрудники идут по домам, вы остаетесь один и тут как-то... Так, стоп, дальше не надо. Давайте следующую. Есть локация, называется «Казаки-разбойники». И в чем суть локации? Ну вы грабите те дачи, которые сами же охраняете. Так, сразу, нет. У вас есть что-нибудь для женщин? Есть. Есть шампуньки, крема, скраб. Можете в принципе весь каталог посмотреть. Да ничего мне не надо. Давайте следующую, нормальную. Локация называется «Палаточный городок». И что там будет? Ничего не будет, просто рядом полежим. Так, все, пошли отсюда. Да подождите. Я забыл вам рассказать еще об одной уникальной локации. Какая локация? Локация называется «КВН». КВН? И что там будет? Молодые парни, девушки выселят своих друзей, которые выселят зрителям в зале. А это интересно. Давайте попробуем. Мы по деньгам нормальные, и мне, и вам как бы, ну... Дорогие друзья, мы бы хотели, чтобы после у вас... Дорогие друзья, мы бы хотели, чтобы у вас после нашего выступления остались только теплые и приятные эмоции. Поэтому давайте сядем поудобнее, расслабимся и закроем глаза. Представим, что мы находимся на берегу Адриатического моря. Солнце ласкает вашу кожу. В правой реке у вас бокал мартини. В левой – маленький пушистый котенок. И тут приходит он. Конец вашего отпуска. Команда КВН по любви. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Ваши аплодисменты, команда КВН по любви, Новосибирская область. Сейчас мы переходим к конкурсу «Разминка». Вопросы задают члены жюри, команды на них смешно отвечают. Ну что ж, кто задаст первый вопрос? Давайте первый вопрос задаст Роман Варамов. Под ваши аплодисменты, друзья. Включите микрофон, Роман. Там вот есть такая штука на нем. Здрасте! Участник высшей линии КВН, друзья, Роман Варламов. И не может включить микрофон. Привет, Максим. Привет, зал. Привет, Сергей, Леша. Всем еще раз здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Как вы знаете, скоро пройдет Евровидение. Оно, кстати, будет юбилейное. Проводится в 60-й раз. Будет Россию представлять Полина Гагарина. И у меня такой вопрос. Кого бы вы послали представлять Россию на этом замечательном конкурсе? И почему? Нет. Просто кого? Так сейчас все будут фамилии называть и все. Ну и ладно. Латоха! Смешно же. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Естественно, рубль. Чтоб побыл поближе к евро. Отвечала сборная Гига, друзья. Ответ от команды КВН Левпром. Привет. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Меня, конечно. Ответ от команды Левпром. Отвечает команда КВН Парк Культуры. Привет. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Не, ну Гагарину правильно. Пусть будет первая. Отвечает команда КВН В значит Ваха. А кого бы вы послали на Евровидение от России? А мы бы просто послали. Ответ от команды КВН по любви. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Вот все всегда в нашей стране. Посылают, а надо отправлять. Поэтому и результат такой, что посылают постоянно. И, наконец, ответ от команды КВН Все Свои. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Батрихан Щекинов. И еще один ответ, друзья. Последний ответ от команды КВН Парк Культуры. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Главное, чтобы микрофон включать умело. Спасибо, друзья, Роману Варламову. Давайте поаплодируем ему. Двигаемся дальше. Свой вопрос задает Сергей Лисовой. Здравствуйте. Здравствуйте, все люди. Я рад, что вы пришли. Приходите почаще. Завтра приходите. А куда? Лехе куда-нибудь приходите. Он зовет кого-то вас. Ладно, не суть. Мой вопрос. В общем, дело такое, ребята. Хочу завести домашнее животное себе. Какое? Подскажите мне. И как бы вот его можно назвать по-вашему? Сразу же ответ на первой секунде от команды сборной гиков. Кто же это будет? Отчетился рукой. Получил Дюссалей все-таки? Да. Отвечает команда КВН Лехпром. Какое животное мне завести и как его назвать? Слайз бременских музыкантов, чтобы за штанами далеко не ходить. Можно назвать просто. Окей. Хорошо, можно. Серега, рубашка у тебя замечательная. Нравится же всем рубашка у Максима. Если нравится, похлопайся. Я сама весна сегодня просто. Видишь, всем нравится. Красиво, правда. Какое животное мне завести и как его назвать? Прошлое что, убил что ли? Ну? Это был ответ от команды КВН «Все свои». А вот почему у них есть катерти, а у нас нету с Ромой? А? Потому что это... Там есть уважаемый человек, понимаешь, который представляет комитет по делам молодежи. Он свою привез просто и поселил. Вот. Роман думает, что им горячее принесут, а нам не... Роман может рубашкур... Расстраивается. Отвечает команда КВН «По любви». Какое мне животное завести и как его назвать? Сереж, заведи меня, я неприхотлив. Хорошо. Это был ответ от команды КВН «По любви». Отвечает команда КВН «Парк культуры». Итак, какое животное мне завести и как его назвать? Сереж, мы как барабин с тебя советуем завести карася. А окунем ты себе руку уже расцарапал. Хорошо. Отвечает команда КВН «В» значит «Ваха». Какое животное мне завести и как его назвать? Приходи в арену, там много разных животных. Хорошо, спасибо. И последний ответ от команды КВН «Все свои». Какое животное мне завести и как его назвать? Жирафа. Он ведь такой же красивый, как ты. Спасибо. Как кто, Сережа? Спасибо, Максим. Спасибо, Сергей Лисовов. Друзья, следующий вопрос задает Курмашов Евгений. Друзья, всем добрый вечер. Ребят, вот я смотрел, читал все статьи и новости, которые в интернете. И на протяжении 10 дней была паника. Куда пропал Путин? И, следовательно, и этот вопрос вам. Куда пропал Путин? Ответ от команды КВН «Полюбви». Куда пропал Путин? Это не он пропал, это он нас потерял. Вот такой ответ. Ну? Отвечает команда КВН «Сборная киков». Куда пропал Путин? Пропал Путин, забеременела псаки. Совпадение? Не думаю. Отвечает команда КВН «Полюбви». Отвечает команда КВН «Полюбви». Куда пропал Путин? Там что-то Лешка всех в гости звал. Хорошо, спасибо. Лехпром. Куда пропал Путин? Новая жена гимнастики учится. Еще один ответ от команды КВН «Полюбви». Куда пропал Путин? А кто голит, кто ищет? И последний ответ от команды... А нет, предпоследний ответ от команды КВН «Полюбви» значит «Ваха». Куда пропал Путин? А куда пропал Путин, никто никогда и не узнает. Тайна. Вот и все. Впервые ответ. Все, можно всем вставать и уходить. Подожди, сначала вопрос. Впервые ответ прозвучит до того, как прозвучит вопрос. Хорошо. Куда пропал Путин? А? Вот это да. Большое спасибо. Спасибо Евгению, друзья. Давайте поаплодируем громче. Свой вопрос задаю следующий. Евгений. Мистер Салат, друзья. Евгений Сайцев, ваши аплодисменты ему. Спасибо. Всем добрый вечер. Вопрос такой. Мало кто знает, но... Это из старого КВН, а так начинались разминки обычные. А признак, как там, сильной волевой девушки, да? Это покупка кота. Вот. То есть есть такие, да, в зале? Следовательно вопрос. А признак сильного волевого мужчины тогда в чем заключается? Сразу ответ от команды Парк Культуры. В чем заключается признак сильного волевого мужчины? Тут надо к Сереге вопрос, он какое-то животное завести хочет тоже. Аплодисменты. Спасибо. С разминкой отвечает команда Лехпром. Признак сильного волевого мужчины. Покупка сильной волевой женщины. Ах, какой ответ! Слышишь просто? Зал, здоров. Прям покупка, прям. Покупка. Есть же магазины. И скупать, может, сильную волевую женщину. А у тебя есть скот? Нет. Есть домашнее животное какое-нибудь? Нет. Интересно. А, сильная независимая женщина. Всем интересно в зале? Все сидят и смотрят? Отвечает команда Коменд по любви. Скоро дочка-то точно уже появится у него. Признак сильного волевого мужчины. Мне не нужны признаки. Вот это да! Хотя бы уши, не знаю. Есть ли еще ответы у команд? Есть еще один ответ у команды Парк Культуры. Признаки сильного волевого мужчины. Жень, ну ты меня понимаешь. Да. Есть ли еще ответы у команд? Вот у меня Ваха еще нет. Пять, четыре, три. Вот есть ответы у команды сборной гиков. Признаки сильного волевого мужчины. Он жмет от груди сотку. Он же сильный, волевой. Ну, че вы? Отвечает команда КВН. Это из ГТА, из пятого, видимо, да? Все свои. Ого. Можно заново вопрос начать, чтобы подольше на тебя посмотреть? Ладно. Признаки сильного волевого мужчины. Кадык. Заведи себе кадык. Все, это были все ответы. Аплодисменты Евгении Сальцева, друзья! Еще один вопрос от Сергея Ганкина. Всем добрый вечер. Привет, Серега. Серьезно, с вчерашнего дня хожу под впечатлением от рассказа своего друга. Друг работает на стройке в Тюмени, строит мосты. Вот. И он там своей девушке выварил из 720-й трубы. Чтобы вы понимали, это больше полуметра. Кстати, друг здесь находится. Не буду показывать на него пальцем. Вот. Он из трубы выварил для своей девушки сердце металлическое. То есть прямо в трубе. И привез из Тюмени и подарил ей в Новосибирске это сердце. Вот. А какие вы делали подарки или сделаете подарки с своим вторым половинком? Так это не девушка, он с ней так просто шура-мура. Просто на стройке трубу спалить. 720-ю. Какая девушка. И не газовая труба, кстати. Какая девушка, когда парень дарит сердце просто из металлической трубы. Ответ от команды, говорим, все свои. Полностью. Полностью. Серьезно? А у меня есть друг, и он выварил, ну чтобы вы понимали, выварил, это вырезал из трубы большой, я же правильно говорю, да? Вот, сердце ей. Вот, из металлической большой трубы. И привез из Тюмени сюда и подарил ей. А какие вы подарки делаете своим вторым половинком? Вот он, сильный волевой мужик. Ответ от команды КВНВ значит Ваха. Если бы ты его увидел, ты бы никогда так не сказал. Что это сильный волевой мужик. Вот. А какие вы подарки делаете своим вторым половинком? Сильной волевой женщине не нужен подарок. Такой ответ. Отвечает команда КВН Лехпром. Я для Дашки купил оленя. Сначала купил, потом убил. Вот так. Это ответ. Какие-то вопросы вверх. Так. Есть ли и... О, друзья! Эй, Кугрушев забил гол в Багнитогорску! Ура! Все пятерки за сбил гол! Шестерки! Все победили! Кугрушев первый гол, друзья! Вот! Я сейчас не знаю, как порадовать кого-то. После болтания отвечают, согласен. Вот. А как вы... Что вы дарите? Какие вы дарите подарки вторым половинкам? Эй, Доширак дважды запариваю. Нормально. Шестерка! Ответ от команды КВН все свои. А какие вы подарки дарите полночь опять? У нас просто через 20 минут уже аренда зала заканчивается, поэтому давай быстрее. Вот. Какие вы дарите подарки своим вторым половинкам? Можно спросить, а по документам как это прошло? Труба там, сердце? Не знаю, его ищут теперь. Лидер группы Кармен отвечает, друзья. Просто интересно, как по документам, просто человек просто поинтересовался. А как по документам этот опыт? Вопрос, Сергей, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а что вы дарите вторым половинкам? Ну, я не знаю, но у меня друг своей девушке под окнами, карбюраторами, я тебя люблю выложил. Это, кстати, один и тот же человек. А что вы дарите своим вторым половинкам? Я ей завязал глаза. Можно, пожалуйста, полностью? Так. По любви. Это. Скажите, а что вы дарите своим вторым половинкам? Нет, нет, ну, история-то. А, известно. Ну, познакомились мы с нашим, с моим другом давным-давно. О, вот. И он сейчас закончил институт и в Тюмени строит мосты. И вот тут недавно вырезал из большой трубы 720-й. Вот. Сердце. Что вы дарите своим вторым половинкам? Да нет, шучу, все нормально. Ну, типа, разменяю. Спасибо, да. Скажи, что вы дарите своим вторым половинкам? Чтоб со мной жила и хату спалил. Вот такой ответ. И последний ответ на сегодня от команды КВН сборная гиков. А что вы дарите своим вторым половинкам? Реалити-квест. Короче, приветствую Вленева, а сам уехал. Вот на такой позитивной ноте мы закончим сегодняшнюю разминку. Под ваши аплодисменты, друзья! На этой сцене команда КВН по любви, Новосибирская область. Ваши аплодисменты. Хоть сейчас и кризис, но люди не перестают путешествовать. Итак, представьте, группа туристов отправляется в тур. Здравствуйте, меня зовут Вадим, я ваш турагент. Я подобрал несколько вариантов, сейчас я вам о них расскажу. Пэрис, Лондон, Л.А. Чикаго, Токио, Багдад, Нью-Йорк. Это не для русских. А что вы нам тогда предложите? Турция, может быть, Таиланд? Кое-что получше. Купина, Линёва, Чик, Довольная, Куйбышев, Сузун, Чулын, Санмашкова. Если ты приехал к нам в область И не взял с собой фотоаппарат То своим друзьям скажи, что ты был в Сан-Франциско Ведь у дома главы Чулыма тоже есть золотые ворота Мы вообще-то живем в этой области Мы вообще-то живем в этой области Да мы получше вас, города, знаем Да что вы там знаете? Сожок Карасук Каргат Татарск Краснообск Купина Опь Тебе на мягкий знак Пашина Дуплинка Верхтулаж Жеребцова Лебедевка Кукатак Мочище Дальше жизни нету Если ты приехал в Кыштофу И не смог Себе найти отель То в самом центре Есть отель У Марины Ну как отель? Просто девчонка всех подряд в свою квартиру пускает? Но он трехзвездочный Потому что там и рассада по всему дому раскидана А вы вообще знаете, чем знаменита наша область? Конечно знаю Барабинс Рыба Кочки Кочки Чулым Коровы Берц Как в Чулыме, только не для пищи Но какие достопримечательности есть в наших районах? А вот с этим будет потрудней Болотная Там это Маслянина А там штука такая в центре непонятная стоит? Довольная У Старка Че это вообще такое? Не знаю Я думаю, это страна А я думал, это болезнь Вы понимаете, что все ездят в Турцию, Таиланд И друг другу рассказывают одинаковые истории А в ваших районах столько уникальных вещей есть? Памятник Ленину Улица Ленина ДК имени Ленина Родственники Ленина Универмаг Собаки Бараки И дом, где торгуют спиртом Вообще-то в Таиланде тоже есть свои особенности И че там есть? Памятник Ун-Тяу Улица Ун-Тяу ДК имени Ун-Тяу Родственники Ун-Тяу Мужчины Женщины Вот это вот И дом, где торгуют не спиртом Ладно, я вас понял Будет вам Таиланд Давайте свои паспорта О, так вы же не выездные Почему? Так мы все штрафы воплотили Да вы не выездные, потому что у вас паспорта старые, советские Ну тогда остаемся А вообще Мы любим нашу область Ведь родились и выросли мы здесь Но мы когда-нибудь уедем в Сан-Франциско Но для начала мы хотели бы съездить в Сочи Дорогие друзья, а ведь все смешное рядом Команда Квен по любви Новосибирская область Спасибо 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 Спасибо